Добрый день, меня зовут Лара Шум. Сегодня я расскажу о семи знаках судьбы. Вселенная разговаривает с человеком всегда, причем делает это на доступных ему языках. Подумай, если ты смотришь это видео, значит это уже какой-то знак. Пришло время подписаться на мой канал. Семь языков Вселенной. Первое. Язык тонких чувств. Это самая обычная интуиция, которая, к сожалению, развита далеко не у каждого современного человека. Есть ли способы развития интуиции? Конечно, есть. Есть много практик, есть много тренингов. Но так как я коуч по актерскому мастерству, то я предлагаю вам посетить курсы актерского мастерства. Актерское мастерство развивает тело, подсознание, мозг. Вы становитесь единым целым, вы становитесь мощью и силой. И ваша интуиция откроется и заработает. Второе. Язык подзатыльников. В данном случае высшие силы говорят с нами через знаки и сигналы. То есть как раз через то, о чем я говорю в этом видео. Ваш мир любит вас. Просто надо обращать внимание на детали. Третье. Язык ситуации. Информация доносится через жизненные уроки. Если вдруг не состоялась какая-либо важная сделка, не произошла важная встреча, любимый человек стал изменять, задумайтесь, а не оберегают ли высшие силы вас от более худших проблем? Попробуйте усвоить преподанный урок и выбрать другой путь в жизни. Тогда ситуация выровняется, а неудача сменится успехом. Четвертое. Язык прямого контакта. Он применяется, если разговор в трех предыдущих случаях не удался, и человек не осознавал послания. В этом случае вы как бы случайно оказываетесь на лекции. Вас приводят у ясновидящей, психолога или священника, где вам объясняется причина всех ваших неудач и бед. Пятое. Язык агрессии. Это более грубый способ разговора, но весьма доходчивый. Высшие силы напрямую показывают, что выйдет из затеи. Например, задумались о разводе, и вдруг под вами развалился довольно-таки крепкий стул. Это значит, что расставание с мужем принесет одни неприятности. Более подробно хочу остановиться на языке агрессии. Дело в том, что в моей жизни случился такой случай, когда Вселенная агрессивно начала ко мне относиться. Я очень много пила в своей жизни, и прежде чем бросить пить, она, Вселенная, послала мне мужчину, который был очень жестоким человеком. Мы постоянно ругались и ссорились, причем эти ссоры ни к чему хорошему не приводили. И только спустя много лет я осознала, что благодаря этому человеку я бросила пить. Что Вселенная, в конце-то концов, постоянно говорившая мне, Лара, пора бросать пить, Лара, пора остановиться, А я не слышала и не понимала ее, взяла уже дубину в виде этого мужчины и настучала мне по голове. Вот реально. Но я очень благодарна этому человеку за то, что он мне помог выйти из этого состояния алкоголизма. Все, что происходит с нами в жизни, не случайно. И люди нам в этой жизни встречаются не случайно. Просто не доводите Вселенную до того, чтобы она стала агрессивно преподавать вам уроки. Шестое. Язык внушения. Человеку в данном случае не нужно ничего обдумывать. Ему пора менять свой образ жизни. Пока еще не поздно. Высшие силы доносят эту мысль через различные зависимости. От наркотиков, алкоголя, секты, курения и так далее. Язык внушения. Может быть у вас есть зависимость от компьютера. Моя зависимость в данном случае это... Ну, люблю я кофе. Вот я каждый день пью по одной-две чашечки кофе, но я так понимаю, что мне это тоже пора менять и бросать. Седьмое. Язык быть или нет. Если человек не исправляет своих ошибок, ему посылаются неизлечимые болезни. И несчастные случаи, которые должны вразумить. Продолжение старых деяний и неисправление грехов ведет к тому, что его просто убирают из земной жизни. Вселенная, видя то, что я не бросаю пить, применила агрессивный метод воздействия на меня. У меня заболели почки. Я две недели лежала лёжкой, не могла встать, не могла ходить в туалет. Я загибалась от боли. Это уже практически последний метод воздействия на вас, если вы не понимаете. Если у вас есть какие-то интересные истории о знаках, которые были в вашей жизни, или о знаках, которые вы умеете считывать, или хотите поделиться полезной информацией, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео. Вдруг другим людям это пригодится и будет полезно. Чтобы всё-таки услышать Вселенную, учитесь читать знаки, доверять своему подсознанию и развивайте свою интуицию. И ещё раз повторюсь, добро пожаловать на уроки по актёрскому мастерству. Хорошего вам дня! С вами была Лара Шум, коуч по актёрскому мастерству. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!